Приветствую вас, друзья, коллеги и уважаемые клиенты сайта MagExpertOrg. С вами, как обычно, Евгения Таро. И в этом видео будет очередной видеообзор карт. И на этот раз это детские Таро. Честно говоря, давно уже видела эту колоду в продаже. Смотрела картинки, меня не очень умилили, но как-то я ее не решалась покупать. А недавно она снова попалась мне на глаза. И вот почему-то показалась действительно очень-очень-очень симпатичной. Я решила, а была не была, возьму. Посмотрю, как она работает. Может, мне понравится, и я вот буду с ней работать довольно плотненько. И вот эта колода карт появилась в моей коллекции. Издательство Анг. Детские Таро. Иллюстрированы художницей Лилии Лузатти. Вот такая коробочка. 78 детских карт Таро, которые изображают жизнь, приближенную к сказке. Жили-были карты Таро, на которых все происходило так, как будто взрослые остаются детьми навсегда. Волшебные иллюстрации поэта и художника Лилии Лузатти. Кстати, может быть, это мужчина Лилии Лузатти. Не знаю, надо уточнить. Вот такие картишки. Ну, по крайней мере, коробочка такая. Производство Санкт-Петербург. Внутри коробки у нас колода карт. Карты запечатаны. И маленькая книжечка, в которой у нас идет информация о том, что такое Таро. Значение главной арканы. Интересно. И вот, допустим, колесо фортуны. Давайте я зачитаю. Цикличность, сезонность, повторение событий, протекание времени, удача, шанс, возможность, легкий успех и надежность, возврат к точке отправления. Значение младших арканов. Ну, вот, например, Туз Пентакли. Приобретение, отличный выигрыш, успех и восторг. И чтение Таро, небольшая информация. Расклад Кельтский крест. Написан. И ритуал. Также кое-что нам тут могут поведать о прямых и перевернутых картах. И прочтение Таро для самого себя. Ну, вот такая книжечка. Ну, первая карта у нас просто рекламная. Здесь у нас информация об издательстве. Ну, а дальше идут сами карты. Карты на довольно-таки тонкой бумаге напечатаны. Но работать с ними можно. Вот такая симпатяшная у нас рубашечка. И первая карта это у нас Туз Чаш. Мы, судя по тому, что автор колоды итальянец, имеем название сначала на итальянском языке. И потом уже у нас идут здесь Чаши, Копас, Кельчи. Уж не знаю, на каких еще языках. Но вот не только. На итальянском и русском есть еще и варианты. Так, это Туз. Это Двойка Чаш. Тройка. Четверка с фонтанчиком таким. Пятерка. Шестерка. Детишки тут сидят такие милашные. Семерка. Восьмерка. Вот здесь видите стандартное значение восьмерки кубков. Это свадьба. Вот свадьба изображена. Или веселье. Девятка. Десятка. Паш. Рыцарь. Дама кубков. Король кубков. Ну, видите, очень такие няшные картинки. Пентакли. Это Туз Пентакли. Это вот Двойка Пентакли. Изображена ситуация очень зыбкой почвы, да? Тройка Пентакли. Четверка Пентакли. Пятерка. шестерка пентаклей семерка восьмерка пентаклей девятка десятка честно вам скажу младшие арканы сюжетно не прорисованы здесь есть какие-то картинки но они к определенным значением карты совершенно не подходят тем не менее какую-то может быть дополнительную нагрузку информационную они могут давать это вот паш пентаклей рыцарь пентаклей дама и король жезлы туз двойка жезлов тройка четверка не но вы знаете достаточно плотные на самом деле карты бывают и тоньше я погорячилась пятерка шестерка семерка жезлов восьмерка девятка десятка паш рыцарь дама жезлов король жезлов пики туз пик двойка пик тройка пик четверка пятерка солдатики такие шестерка пик семерка восьмерка девятка мне эта колода карт напоминает какую-то детскую книжечку с такими забавными иллюстрациями как будто сказку какую-то и правда читаешь паш пик ой пик я говорю да мечей прошу прощения просто вижу пики и говорю пики так рыцарь мечей дама мечей ну совсем не злая король мечей тоже няшный ну и наконец старшие арканы это уже самое интересное в этой колоде дурак или шут маг верховная жрица императрица император иерафант влюбленные такие няшные колесница тут почему-то изображена девочка на колеснице правосудие отшельник колесо фортуны но это колода скорее всего будет работать как марсельская таро сила поскольку сила у нас одиннадцатая а правосудие восьмая карта повешенный младшие арканы не прорисованы то есть здесь скорее всего будет работать именно марсельская значение карт таро карта смерть умеренность дьявол да и тут он забавный и смешной и совсем не страшно башня и дьявол но и и и и perd и карта мир вот такая вот неплохая, забавная оригинальная но марсельская детская таро надеюсь вам это видео было полезным вы для себя смогли определиться с выбором карт, с выбором колоды узнать что находится внутри коробочки перед покупкой для этого я и делаю эти видео обзоры на этом я заканчиваю это видео, но с вами как обычно не прощаюсь а говорю вам до свидания, желаю вам большой удачи и давайте встретимся с вами в следующем видео пока субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok